Что умеют и что не умеют делать белки? И когда такой вопрос задают на Олимпиаде, то некоторые, как вы видите, отвечают на этот вопрос в соответствии с тем, что им известно про белок. Но мы сегодня будем говорить не про то, что умеют делать вот эти белки, а все-таки про то, что умеют делать белки. А чтобы про это рассуждать, надо хотя бы немножко познакомиться с их строением. Потому что не знаю, как какая-то штука устроена, очень трудно понять, как она работает. Вообще, в точности известно было, как устроены какие-то белки, в общем-то небольшое их число до недавнего времени. Потому что узнать это сложно. Вот на этой первой картинке показано, как быстро и сильно за последние примерно 20 лет выросло число белков, структура которых, точное строение которых известно. Но зачем нужно знать, как они устроены? Это мы, по поводу дела, разберем. Белки – это такие длинные цепочки из отдельных звеньев. Такие молекулы называются полимеры. И мы уже с вами в прошлый раз разбирали строение очень важного полимера, ДНК. Белки – это тоже полимеры. А отдельные звенья, которые соединяются в цепочке, называются мономеры. В некоторых полимерах, например, в Крахвале, или в Сюрлюзе, на которые вы пишете сейчас все, все звенья одинаковые. А в некоторых полимерах мономеры разные, например, ДНК их 4. Белки состоят из 20 разных мономеров. Эти мономеры называются аминокислоты, и различаются они боковыми группами, которые торчат действительно слопо от этой цепочки. Ну, их там как-то можно условно изобразить. Причем рядом в цепочке вы представите две одинаковые аминокислоты и две разные, в принципе, какие угодно. Ну, не знаю, у меня фантазии не хватает, чтобы рисовать 20 разных мембов. Аминокислоты сами по себе обладают важными для понимания свойств белков свойствами, но их мы разбирать не будем, кроме, пожалуй, одного. Наверное, наиболее интересного. Поскольку вокруг вот этого центрального атома, как говорят, углерода, все четыре группы атомов разны, народ, боковая цепь и две вот этих группы аминных карбоксин, то оказывается, что располагаться в пространстве эти четыре группы могут двумя разными способами. И такие две аминокислоты будут очень похожи, но все-таки будут отличаться. На что они будут похожи? Эти две аминокислоты будут являться зеркальным отражением друг друга. И, как это ни странно, их также невозможно совместить в пространстве, как бы мы их ни вертели, как правую и левую группу человека. Они называются, соответственно, правыми и левыми изомерами. Все атомы у них одинаковые, но расположены они по-разному. Совершенно неизвестно почему, но белки могут строиться только из одного типа аминокислоты, аминокислоты, а те, которые являются их зеркальными отражениями, практически никогда ни в какие природные белки не входят. Из них наши клетки не умеют строить белков. Почему это так, никому не известно. Но вот эти аминокислоты, некоторые из них, могут синтезироваться в нашем организме, но далеко не все. Примерную половину из них человек разучился синтезировать, но разучился потому, что наши предки, видимо, были вынуждены это делать. Например, бактерии обычно синтезируют себе все аминокислоты. Ну а мы должны получать их с пищей. Питаться одним сахаром нельзя, в частности, потому что в нем нет просто некоторых нужных атомов. Например, в сахаре нет атомов азота, а в белке есть атомы азота. Но даже если бы в сахаре присутствовали атомы азота, это нам не помогло. Заменить белки, например, той же лучевины, и наш организм не может. Но разучился. Аминокислоты в организме распадаются, частик используется как источник энергии, и от них отщепляются осколки, довольно ядовитые, которые приходится выводить из организма. Ну вот, основное это вещество очень простое, вот здесь атомы природа, и, как видите, небольшое число атомов азота, водорода и кислорода. Такое вещество называется мочевина. И знаменито оно тем, что это было первое органическое вещество, которое удалось в середине 19-го века синтезировать искусственно. До этого вообще считалось, что никакие вещества, из которых состоят организмы, сделать искусственно нельзя. Но оказалось, что это не так. Это было доказано путем синтеза мочевины. Ну а потом и другие органические вещества, в том числе и аминокислоты, и белки, научились синтезировать искусственно. Из-за того, что белки разрушаются, их нехватку надо размещать. Ну, скажете, концы с концами не сходятся. 25-30 грамм белка разрушается, а с пищей должно поступать почему-то 100-120 грамм. Нет, никакого недоразумения здесь нет. Во-первых, белки, которые поступают с пищей, не полностью усваиваются. Часть их все равно теряется, часть их перекладывают в те же бактерии кишечника. А во-вторых, для того, чтобы одна цифра соответствовала другой, состав этих белков должен быть идеальным. То есть каждая аминокислота должна присутствовать там точно в том количестве, как надо организмам. А таких белков в пище почти нет. Ближе всего к этому идеалу яичные белки запитаться одними яйцами нельзя по другой причине. В них слишком мало углеводов, в них слишком много калистерина, поэтому этот номер тоже не пройдет. То, что белки должны в определенном количестве присутствовать в пище, вообще большая проблема для человечества. В некоторых странах, как и местный голод, он не побежден до конца. И нехватка пищи связана не столько с тем, что она недостаточно калорийна, что в ней не хватает энергии, сколько именно в том, что в этой пище, а это в основном растение, которое человек выращивает, часто не хватает белков или не хватает нужных, незаменимых аминокислот. Из аминокислот можно построить цепочку любой длины. Почти. До определенного предела, по крайней мере. И самая короткая такая цепочка состоит всего из двух аминокислот. Они реагируют друг с другом. Часть атомов от них отделяется и выделяется при этом молекула воды и образуется самый коротенький из возможных белков. Такие белки обычно называют пептидами, а самый короткий из возможных пептидов – это дипептид. То есть пептид из двух аминокислот. Ну а теперь, если вы внимательно слушали, ответьте мне, пожалуйста, сколько вариантов такого дипептида может существовать на свете. Сколько разных дипептидов можно синтезировать. Вы плохо считаете. Еще варианты. Почему 40? 20. И сколько разных дипептидов можно синтезировать. Ну, смелее. Кто-то там говорит с места правильный ответ, потому что очень тихо. Ну, 400, конечно. 20 на 20. Потому что на первом месте можно поставить любую из 20 аминокислот, да? На второе место можно поставить любую из 20 аминокислот. А если мы возьмем пептид из 20 аминокислот, то понятно, что вариантов будет уже 20-20 степени. Если из 100 аминокислот, то 20 в сотой. А это, наверное, больше, чем 7 аминокислот, аминокислот, аминокислот. Отсюда ясно, что количество белков практически бесконечное, практически безграничное. Поскольку они еще могут иметь очень разную длину. Но вот здесь показана длина реальных белков. Самые короткие, как вы поняли, состоят из двух аминокислот. Такие белки, которые реально выполняют какие-то важные функции в клетке человека, могут состоять, например, из аминокислот. А вот самый длинный белок, который состоит из одной цепочки, это белок мышц человека, тетин. Содержит почти 30 тысяч аминокислот. Это самый крупный из единичных таких вот белков. Правда, надо вам сказать, что хотя практически любую последовательность аминокислот можно получить искусственно, но большинство из этих последовательностей, большинство таких полеток будут ни на что не годны. Они не смогут выполнять никакой реальной функции. Поэтому реальное разнообразие белков тоже очень велико. Они разные у разных организмов. Организмов на земле 10 тысяч видов. У каждого какие-то свои белки в большом количестве. Но большинство из них более или менее похожи друг на друга. И это их сходство определяется тем, что у разных организмов они выполняют похожие функции. Чтобы понять, как ведет себя вот эта цепочка из аминокислот, нам придется немножко отвлечься. И поговорить сначала про другие вещества, имеющие отношение к белкам, в частности, про воду. Дело в том, что большинство белков, как и других веществ в наших клетках, растворено в воде. Вообще, вы в основном состоим из воды, так, до 70-80%. Плотность нашего тела очень близка к плотности воды. И если вы хотите узнать свой объем, то для этого вам достаточно знать свою массу. Если вы весите, например, 50 килограмм, то это означает, что в объеме вашего тела примерно 50 литров. Понятно, да? Потому что плотность близка к единице. Ну вот. А вода очень необычное вещество. И это связано с тем, что кроме того, что внутри молекулы воды, она состоит из одного атмосферного кислорода и двух атмосферного фонарода, есть прочные связи, которые очень трудно разорвать. Между молекулами в жидкой воде или во льду образуются более слабые связи. Они называются водородные. Молекулы воды притягиваются друг к другу, притягиваются довольно слабо. И все-таки на то, чтобы эти связи разорвать, надо затратить довольно много энергии. Вот почему вода остается жидкой даже при плюс 90, даже при плюс 100 градусов Цельсия и только потом превращается в пар. Практически все остальные вещества похожего строения при температуре даже 0 градусов давно уже превращаются в газ. А вода остается жидкой, потому что молекулы, еще раз повторюсь, притягиваются друг к другу. Молекулы воды могут образовывать водородные связи не только друг с другом, но и с молекулами различных других веществ. Если какое-то вещество образует водородные связи с молекулами воды, то оно называется гидрофильное, любящее воду. А если вещество не образует таких связей, то оно называется гидрофобное, боящееся воды. Ну и гидрофильные вещества, например, какие? Это, например, сахар. Он хорошо сначала смачивается водой, а потом растворяется в ней. Или спирт, жидкость, которая смешивается с водой в любых соотношениях. Однако некоторые гидрофильные вещества нерастворимы. К таким гидрофильным веществам относятся, например, стекло или бумага, или шерсть, которая, кстати, состоит из белков. Почему они являются гидрофильными? Они образуют водородные связи с молекулами воды, притягивают ее к себе. Но кроме того, молекулы этих веществ образуют многочисленные водородные связи друг с другом. И друг к другу они приклеиваются сильнее, чем к молекулам воды. Поэтому молекулы воды не могут разорвать молекулы таких веществ и не растворяют их. Если на поверхность гидрофильного вещества, такого как бумага, или чисто вымытая стекло, мы нальем воду, то вода будет настекаться по его поверхности что один при пленочке. То есть хорошо его смачивать. Стрихнуть эту воду с поверхности бумаги будет не так-то просто. Ну а что такое гидрофобные вещества? Гидрофобные вещества либо не смешиваются с водой, если они жидкие. Это такие вещества, как бензин или подсолнечное масло. Либо, если это твердые вещества, они не смачиваются водой. И к таким веществам из хорошо вам знакомых относятся, например, парафин или воск. Поверхность большинства листьев растения гидрофобны именно потому, что листья покрыты тоненьким, а иногда и очень тоненьким слоем воска для того, чтобы уменьшить испарение воды, потому что воск непроницаемый для воды. И с такой поверхности вода, которая образует там капельки, будет легко скатываться, стряхиваться. Понятно, почему образуют капельки, да? Потому что молекулы воды притягиваются друг к другу, стремятся образовать при этом шарик. Если бы дело происходило в невесомости, это и были бы просто шарики, а поверхности гидрофобного вещества они не притягиваются. Понятно? Потому что внутрь эту молекулу тянут сильнее, чем вновь. И они все стараются попасть внутрь, а при этом поверхность должна стать минимальной. Минимальная поверхность из всех тел уши, а если короб. Но есть еще одна группа веществ, они там, может быть, самые важные для клеток как раз. Эти вещества называются амфифильные. Амфи означает разно. Разнолюбивые. Амфибии, знаете, кто такие амфибии, лягушки, да? Разноживущие. Половину жизни они живут в воде, половину насушие. Амфифильные вещества разнолюбивые. Одна их часть притягивается к воде, а другая отталкивается от нее, потому что вода притягивается к друг другу и старается их вытолкнуть. Ну и самое всем хорошо знакомое амфифильное вещество – это мыло. Вот эта его часть, голова, гидрофильная, а вот этот длинный хвост – гидрофобный. Как же будет вести себя мыло, когда мы смешиваем его с водой? Ну, во-первых, оно может образовать тоненькую пленочку на поверхности воды, толщиной всего в одну молекулу. Она-то и переливается всеми цветами радуги, и в этой пленочке, естественно, голова будет торчать в воду, потому что они гидрофильные любят воду, а простые все будут торчать в воздух. Если мы будем растворять мыло в воде, то настоящего раствора, где молекулы плавают по отдельности, мы их не получим. Такие растворы обычно прозрачные, а раствор мыла, как известно, мутный. И мутный он потому, что большая часть молекул мыла образует толщей воды. Такие вот скопления. Ну и здесь показаны скопления, внутри которых воздух. Это пена мыльная. А может быть и скопления, которые тут не нарисованы, а внутри ничего нет. Просто молекул мыла образует шарик, где все хвосты находятся внутри, а половина мыла поверхности. Я рисую этот шарик, конечно же, в разрезе. Понятно? На самом деле все поверхность покрыта головой. Вот такие маленькие шарики из молекулы мыла плавают в воде, и из-за этого раствор мутный. Если в воде оказываются капельки жира, например, на поверхности грязной посуды, то каждую такую капельку молекулы мыла окружают, прилепляются к ней хвостиками, можно сказать, что хвостики растворяются в жире, и каждая капелька оказывается окруженной гидрофильными головками молекулы мыла, а они хорошо притягиваются к воде, окружаются водой, и поэтому мыло помогает смыть жир с посуды. Вот более сложная задача. Представить себе, как устроен мыльный пузырь объект из мыла. Поскольку времени у нас мало, я не дам вам времени подумать на эти три задачи, а скажу этот ответ, он не такой простой. Но известно, что, чтобы сделать мыльный пузырь, нужна вода, мыло и воздух еще. Оказывается, что мыльный пузырь, то есть стенка которого состоит из воды, покрыт двумя кружочками мыла. Одна на наружной поверхности, которую мы видим, она переливается, в смысле цвета нейрады, а другая на внутренней поверхности, а между ними находится свой воды. Вот так ведет себя мыло в мыльном пузыре. В клетках есть молекулы, очень похожие на мыло по свойствам. Они называются фосфолипиды, и относятся к жирам, а не к белкам. Вот эта их часть, голова, похожа на голову мыла, она гидрофильна, любит воду. А вот эта их часть, похожа на хвост мыла, только таких хвостов 2 или 1. Поэтому по форме эти молекулы немножко отличаются. Ну и по размерам они чуть-чуть больше, чем размер молекулы мыла. А по свойствам похожи. Поэтому, когда они находятся в воде, то они ведут себя похожим образом. На поверхности воды они образуют свой толщиную одну молекулу, так же, как было нарисовано там. А в толщи воды они могут образовывать вот такие же шарики, как я нарисовал, не целые. Но поскольку хвостики у них толстые, то уместить все хвостики двойные внутри такого шарика их довольно сложно. И поэтому чаще образуются вот такие полые шарики, с полостью внутри. Они называются липособы, жировые твеца. Что снаружи от этого шарика находится? Снаружи что находится? Вода, правильно. А внутри тоже вода. Совершенно верно. И всюду к воде обращены головы, которые верлютят, гидрофильные. А все хвостики, оказывается, от воды защищены, отгорожены. Они находятся внутри стенки этого шарика. Получается двойной слой из таких молекул хосфолипидов, или, как говорят, хосфолипидный бесслой, что и переводится как двойной слой. Ну и вот именно этот двойной хосфолипидный бесслой служит основой для всех клеточных мембран. Любая клетка и гидро, и многие другие органоиды окружены мембранами из двойного слоя хосфолипидов. У такого двойного слоя много всяческих замечательных свойств. Я их только коротко назову. Во-первых, он как-нибудь удивительно жидкий. Примерно такой же жидкий, как оливковая масса. То есть наши клетки покрыты тонкой бреночкой жидкости, толщиной всего 7 мм. Во-вторых, поскольку он жидкий, если в нем проделать не очень большую дырку, а потом и золку вытащить, то поверхность его замкнется, и дырка эта сокровится. Говорят, что мембраны способны к самозамыканию. В-третьих, как мыльные пузыри, пузыри из мембран могут сливаться и разделяться. И в-четвертых, для разных веществ они проницаемы в разной степени. Некоторые вещества, например, кислород и углекислый газ, проходят через липидный мясной свободно, а другие, и не обязательно, увы, вредные, иногда очень даже полезные, нужные клетками, например, глюкоза или алинокислоты, вообще не могут проходить с мосфолипидным бесслойом. И это создает проблемы, о которых мы потом поговорим. Ну так вот, так же, как мосфолипиды, альфифильные вещества, белки тоже альфифильные вещества. Потому что вот эти боковые цепочки алинокислот имеют разные свойства. У части алинокислот они притягивают воду и образуют в ней водородные связи, а у части алинокислот никакой воды они не притягивают и ведут себя, как хвостики, молекул мыла или фосфолипиды. Кроме того, вот боковые группы, показанные фиолетом, другие части молекул алинокислот в составе белка могут притягиваться друг к другу и образовывать водородные связи между собой, так же, как их образуют молекулы воды. В итоге, цепочки из алинокислот никогда не присутствуют в клетке в виде вытянутых цепочек. Они обязательно принимают какую-то более сложную форму. Одна из наиболее распространенных форм белков – это спираль. Образуется она как раз за счет того, что разные части белковой цепочки притягиваются друг к другу и между ними образуются регулярно расположенные водородные связи. Эту структуру сначала предсказал, а потом доказал ее в существовании знаменитый химик Лайлус Пулинг, который относится к небольшому числу людей, получивших Тобелевское время дважды. Первый раз он получил за открытие структуры природной и химической связи, а второй раз за борьбу против ядерных испытаний на атмосфере и на суше. Но это не единственный вариант, образующийся за счет водородной связи, структуры. Довольно часто вместо спирали образуется вот такой схватчатый слой из одной или из нескольких молекул белка. Вот типичный белок, где преобладает такая слоистая структура, это шелк, натуральный, конечно, который делал из гусеницы, из пупелого шелкопряда. И потому что белки взаимодействуют внутри себя, разные части белка образуют какие-то связи, они, конечно, взаимодействуют и с водой. Как? Нетрудно догадаться. На этой схеме это показывало, но, может быть, более понятная следующая схема. Вот посмотрите, что тут нарисовано. Одни полярные боковые цепи гидрофильные, они показывали синий белок, а другие неполярные гидрофобные. А вокруг этого белка находится вода. И его цепочка или спираль, которая уже сложилась из цепочки, вынуждена как-то вертеться там, изворачиваться. Ну как она будет изворачиваться? Понятно, как? Наружные части этого белка должны иметь на поверхности гидрофильные группы, гидрофильные цепи гидрофобные, а все гидрофобные надо спрятать куда-то внутрь, по возможности. Вот большинство белков при этом сворачивается в что-то похожее на шарик. Такой шарик называется глобул, но также как глобус, слово знакомое. Глобус и глобус, шарик. А форма этого шарика будет разной у каждого белка, в зависимости от его строения. Сейчас вот это еще и равняется. Вот форма этого шарика называется иначе третичная структура, ее можно по-разному изобразить. Наиболее близко к тому, что как бы видят другие молекулы, но они, конечно, ничего не видят, ощущают рядом с этим белком. Вот такая модель, потому что тут показаны реальные размеры всех атомов и реальное расстояние между ними. Но человеческому разуму в такой модели разобраться сложно, поэтому рисуют часто более простые модели, где показаны, в каких участках этой молекулы есть аспираль, бета-слой и какие-то еще структуры. Довольно часто у белков есть вот такие вот характерные типы структур. Ну, например, у многих белков из бета-слоев может формироваться такая бочка с дыркой посреди. Отдельные части белка, которые более или менее постоянны по своей структуре у похожих белков и могут выполнять такую-то функцию, называются домены. И число таких доменов у разных типов белков, хотя и очень большое, но все-таки ограниченное, как я уже говорил. Разные белки собираются из похожих доменов, как из деталей конструкторов. Вот видите, это белки совершенно разные, с разными функциями, но у них могут присутствовать похожие домены в разном количестве. До сих пор мы говорили о строении молекул белка, которая состоит из одной цепочки аминокислот. Но оказывается, что часто белки состоят из нескольких цепочек аминокислот, которые объединяются, чтобы вместе выполнять какую-то функцию. Тогда говорят, что такой белок имеет четвертичную структуру. Ну и количество вот таких вот белковых цепочек, объединенных вместе, может широко варьировать. Их довольно часто всего две. У белка, который в школьных учебниках обычно расплатывают, например, белка с четвертичной структурой, это гемоглобин в нашей крови, который переносит кислород, таких цепочек четыре, причем двух разных типов. Вот эти две одинаковые бета и вот эти две одинаковые альфа. А к каждой из них присоединена еще дополнительная часть другой молекулы, не белковой, которая, собственно, и связывает кислород. Ну, а бывает, что таких цепочек, объединенных вместе, очень много. Несколько десятков. Плюс еще иногда, кроме белка, туда входит какая-нибудь другая большая молекула, например, молекула РНК. И оказывается, что довольно трудно провести границу между вот такой вот большой, сложной молекулярной машиной, которую мы описываем как молекулы, и каким-нибудь органоидом. Вот рибосому обычно считают органоидом, а там в ней содержатся три молекулы РНК и примерно 80 молекул разной белки. А какие-то другие похожие структуры клетки по традиции считают сложными белками щитротичной структурой. Ну, а значит, вот что очень важно понимать, что если у нас есть первичная структура РНК, которая задана генетическим кодом, то дальше не надо делать ничего, как правило, чтобы он сам свернулся в нужную вторичную структуру, дальше взаимодействуя с водой, образовал нужную вторичную структуру, а если ему написано на роду, то нашел бы себе партнеров, другие белковые цепочки и объединился бы с ними в четвертичную структуру. Первичная структура, то есть последовательность энергетических цепочек в общем-то первом приближении целиком и полностью определяет другие уровни вот этой вот сложной структуры. все строение белка, а значит и его функции. Поэтому генетическим кодом тройками нуклеотидов достаточно задать только последовательность энергетических цепочек. Больше ничего не надо. Дальше все произойдет само собой, как по волшебству. И поэтому, казалось бы, по первичной структуре белка можно предсказать, какой он будет иметь третичную или четвертичную структуру. Наверное, действительно можно, но только до сих пор эта проблема не решена. Это одна из важнейших нерешенных проблем биохимии. Научиться по последовательности аминокислот предсказывать, какую формулу приобретет белковая молитва. Ну а теперь мы, немножко познакомившись с состоянием белков, продвинемся поближе к клетке, где они находятся, хотя они находятся и вне клеток, конечно, и где они выполняют свои функции. Я напомнил вам, что информация о белках содержится в ДНК, к этому мы еще вернемся. Но ДНК в наших клетках находится в недре в виде хромосом, а белки синтезируются в цитоплазме, в специальных органоидах, рибосомах. Поэтому сначала на отдельном участке РНК синтезируется молекула посредник, на которой переписывается генетический код, молекула информационная РНК, потом она выходит через специальные полы из ядра в цепоплазму, потом она попадает в хромосому, и только там с нее считывается генетическая информация, и при этом синтезируется белок. Как это происходит, это тоже довольно важно, но сегодня об этом речь не пойдет, как-нибудь в другой раз. По мере того, как белковая цепочка изменяется, формируется на рибосоме, как правило, она сразу же по ходу дела начинает сворачиваться и приобретает нужную, личную, критичную структуру. Ну а затем, когда синтез белка завершен, то он окорывался от рибосомы, он может приобрести уже и нужную четверничную структуру. И это тоже происходит без всякого нашего вмешательства, путем, как говорят, самосборки. С помощью самосборки из отдельных молекул, просто в пробирке, если там создать подходящие условия, нужные концентрации всех веществ, может собраться даже такая сложная структура, как вирус. Вирусы состоят из белков и РНК или ДНК, которые упакованы в белковый чехол. Так вот, можно этого вируса раздракунить, разобрать отдельные молекулы, и тогда, конечно, он не сможет заражать клетку. Чтобы кого-нибудь заразить, нужны оба компонента, и РНК, и ДНК. Потом эти отдельные молекулы можно смешать в пробирке, и все они соберутся в нового вируса, в новую вирусовую частицу, иногда вот такой вот сложной структуры, как какой-то хитрый многогранник с очень сложной симметрией. Но окажется, что этот вирус ничем не отличается от настоящего. Он точно так же будет способен заражать клетки и размножаться в них. Станет в некотором смысле живым, приобретет некоторые признаки живого. Ну а отдельные компоненты вируса, белки и нуклеиновые кислоты, если еще не захотеть, можно синтезировать искусственно из отдельных мономеров, из молоклеотидов и из аминокислот. И несколько вирусов таким способом уже были получены ученые ради интереса. Будут они как настоящие или нет? Да, оказывается, будут. Вполне как настоящие. Ну а вот клетки, как вы помните, не могут образовываться путем самосборки, ну и, видимо, искусственно синтезировать их тоже задача гораздо более сложная. Поэтому клетки все еще до сих пор размножаются только делением. Даже в лаборатории включают. Большинство белков в клетке, как я уже говорил, находятся в воде, в растворе. Но в клетках есть не только вода, в клетках есть еще и мембрана. А мембрана, это хотя и очень тоненькая, но все-таки пленочка жира. Поскольку эту пленочка не пропускает многие нужные клетковые вещества, то хотя бы для того, чтобы транспортировать эти клетки из клеток, туда приходится встраивать белки. А кроме того, они нужны там и для других задач, о которых мы потом поговорим. Как же белки встраиваются в эту жирную пленочку? Ну кто, когда дается, или, может быть, прочитает, что для этого нужно, да? Я не читала, но я думаю, что они будут грузать, как они сворачиваются Прогрызают Путин. Нет, прогрызать Путин для этого не надо, хотя есть и такие белки, которые могут прогрызть дырку в этой мембране. Так что вы не так уж далеки от истины. Нет, ничего просверливать им не надо, потому что попадают они обычно по мере того, как они синтезируются. Но помните, я говорил, как сворачиваются обычные белки? Давайте к этому вернемся. Помните, как они сворачиваются и почему? Они сворачиваются взаимодействуют с водой, так что гидрофобные части оказываются внутри, а гидрофильные снаружи, да? Это те белки, которые плавают в растворе. А как будут вести себя белки, которые должны быть встроены в мембрану клетки? Они наблюдают в мембрану, а вот эта мембрана в сторону есть? Так, вот посмотрите. Многие из них пронизывают мембрану и торчат по обе стороны от нее. И естественно, вот здесь и вот здесь вот с двух сторон от мембраны вода, какой-то раствор, да? Вот в этой части белков, которая показана зеленым, какие боковые цепи аминокислот будут на их поверхности? Гидрофильные или гидрофобные? Гидрофильные, конечно. А вот и в этой части, которая находится внутри жира, гидрофобные, совершенно верно. В этой части белок как бы выворачивается на изнашке, совершенно правильно, так, чтобы на поверхности оказались его гидрофобные части, и тогда он может раствориться в жире, то есть встроиться тем или иным способом в мембрану. Ну и каждая мембрана любой клетки, а здесь показан всего лишь небольшой мембрановый пузырек внутри нервной клетки, содержит в себе два сон самых разнообразных белков. То есть это, конечно, не просто жировая пленочка, а это такое достаточно сложное устройство, больше похоже на какой-то космический аппарат, приготовившийся к стыковке с межпланетной станцией. Большинство белков, сворачиваясь, приобретают форму шарика. Но они все. Некоторые белки даже после синтеза остаются вытянутыми, а для того, чтобы заэкранировать какие-то свои гидрофобные части от воды, такие ниточки переплетаются друг с другом. Такие белки называются фибриллярные, то есть нитчатые. И про их функции я потом немножко расскажу. Но может быть, самая важная характеристика белков, самое важное их свойство заключается в том, что все они могут связывать какие-то другие молекулы. Очень часто другие белки, но необязательно. Иногда это могут быть жиры, приводы, какие-то мелкие молекулы, что угодно. Причем важнее всего то, что каждый белок связывает любые молекулы, не как попало, а только строго определенные. Почему? Связано... Это определение определяется тем, что связи между белком и какой-то другой молекулой слабые. Это те же самые водородные связи, которые легко рвутся, поскольку вокруг плавает куча других молекул, они пинают там этот белок и то, что он должен связать, и легко отрывают друг от друга, если таких связей мало. Вот посмотрите, вот этот белок связал такую молекулу, там связей всего три, они не будут удерживаться друг рядом с другом, сразу развалиться. Связал вот такую, связей всего четыре, тоже маловато, значит, они плохо подходят друг к другу и разорвутся. А вот ему попалась какая-то молекула, поверхность которой хорошо соответствует поверхности этого белка. Тогда между ними образуется уже множество таких слабых связей, а множество слабых связей, хоть каждая по отдельности и слабая, разорвать уже далеко не так просто. И вот такие именно молекулы белок и будет связывать и как-то с ними взаимодействовать. Ну а чтобы вы понимали, насколько их непросто разорвать, я скажу вам, что когда человек, например, поднимает тяжелую там 16-килограммовую гирю и держит ее в руке, то весь вес этой гири удерживается именно благодаря тому, что между молекулами белков и мышц существуют слабые многородные связи. Только их очень много. Их нельзя разорвать даже под действием вот такого серьезного веса. Ну и, как я говорил часто, белки взаимодействуют с другими белками. И этих взаимодействий в клетке, даже простой, даже живой клетке, так много, что человеческому разуму трудно их охватить. Можно. Вот я не так понимаю, а как эти вирусы собираются? Что? А как вирусы собираются? Вирусы собираются из отдельных частей, потому что эти части все время болтаются в воде, сталкиваются друг с другом, и у них есть как бы клеящие поверхности, которые могут склеиться только определенным образом. И хотя этот конструктор никто специально не собирает руками, его просто трясут в коробке, то оказывается, что эти детальки склеятся как надо в конце концов. Понятно? Хорошо. Если понятно. Ну и кажется, уже совсем последнее, что надо понимать про белки. Что когда они с чем-нибудь взаимодействуют, с какой-то другой молекулой, или когда меняются условия, они могут немножко менять свою форму. И в зависимости от этого, естественно, меняется и их функция. Если мы немножко поменяем форму белка, присоединив к нему, например, какую-то еще молекулу, то в одних случаях он начнет активно работать, в других случаях это поможет ему выключить. То есть от этого изменятся его рабочие характеристики. Ну а вот теперь мы уже поговорим про то, что белки делают в клетке, и почему это самое важное для нас в каком-то смысле молекулы. Я напомню вам, что в ДНК содержатся гены, а гены это не что иное, как участок молекулы ДНК, где закодировано строение определенного белка. Что значит строение? Это значит последовательность аминокислот в этом белке, которая записана там тройками нуклеодидов. Это мы разбирали на прошлой лекции. Сначала с ДНК считывается молекула РНК, где записаны такие же тройки нуклеодидов. Потом рибосома читает этот генетический ход и переводит его в определенную последовательность аминокислот. А признаком организма можно считать именно строение белковой или, как говорят, полепетитной цепочки, то есть последовательность аминокислот в каком-то конкретном белке. И после того, как белок синтезировался и приобрел какую-то функцию, он начинает работать и, собственно, делает все, что умеет делать наш организм. Почти все. Например, белки могут синтезировать какие-то другие вещества или разрушать их. Такие белки называются ферменты. Они относятся к более большой группе веществ, которые ускоряют химические реакции, не расходуясь при этом. Ну и те реакции, которые идут в нашем организме, например, переваривание пищи, расщепление белков на аминокислоте в кишечнике. Могли бы идти и вес в момент если бы мы добавили туда сильную кислоту, как в желудке и делается, если бы мы повысили температуру градусов до 500, да желательно еще создали бы давление в 100 атмосфер, то белки без всяких ферментов, как миленькие, распались бы на аминокислоты. Но поскольку клетки в таких условиях существовать не могут, то реально психимические реакции в наших клетках идут только при участии ферментов. Почему это так? Объяснять довольно сложно и я этого делать не буду. А вот как работает фермент? Здесь показано на простой схеме и это более-менее понятно. Вот это вот фермент, а это какая-то молекула, которую он в данном случае хочет расщепить на две. Значит, у него есть такой участок, к которому эта молекула хорошо подходит, как ключ замкнули рука в перчатке. Он связывается с ней, при этом и эта молекула, и сан фермент немножко меняют свою форму. Дальше расходятся в этой многой части, поэтому ферменты часто и загражают вот таким вот образом, и пищеварительные ферменты. Оказывается, что эти две части, продукты реакции, прилипают к нему слабее, чем исходное вещество, поэтому они быстро от него отделяются, и он готов работать со следующей молекулой того же самого вещества. Наши клетки это огромные химические фабрики, в которых одновременно идут несколько тысяч химических реакций. Их последовательность изображают в виде вот таких вот схем, которые любят вешать на стенку. Ну, когда я в классе показываю такую схему, некоторые ученики, желая проявить чувство юмора, спрашивают, а нам это надо перерисовывать? Нет, перерисовывать это не надо, но тут возникает вопрос, а как же вообще такое хитроосплетение химических реакций может клетка регулировать? оказывается, оказывается, делается это с помощью неких общих принципов, которые кое-что объясняют. Про один из этих принципов я расскажу, нарисовав схему на носке, чтобы было полезно. Вот у нас есть какое-то одно вещество, оно превращается во второе, потом в третье, потом в четвертое, и за каждую реакцию отмечает свой фермент. Пусть вот это будет фермент номер 1, это фермент номер 2, а это фермент номер 3. Вот видите, там надпись метаболит, патрис, метаболические пути. Вот такая последовательность реакций, это и есть метаболический путь. Ну, вы видите, что они могут там как-то развивляться, соединяться, идти по кругу, но рассмотрим вот такой, самый простой. Как же клетка узнает, сколько ей надо вот этого четвертого вещества? Выясняется, что он узнает это очень часто лодка. Это четвертое вещество по среднему метаболическому пути подавляет работу первого фермента. Выключает его, как говорят, служит его ингибитором, действует на его активность со знаком минус. Смотрите, что при этом происходит. чем больше в клетке присутствует этого фермента и остальных ферментов патологического сети, тем больше вырабатывается четвертого вещества. Правильно? А чем больше вырабатывается этого вещества, тем меньше будет активность этого фермента. Как только это вещество появится в большом количестве, в избытке, что произойдет? фермент отключится и ни это вещество, ни промежуточные продукты не будут синтезировать. На какого момента они не будут синтезироваться? Пока клетка снизу расходует вот это вот засинтезированное в избытке, произведенное в избытке вещество. Понятно? Как только количество его снизится, так этот фермент сразу же освободится от подавления, заработает активнее, это вещество снова клетка начнет производить. Этот замечательный принцип используется во всех живых системах и не только в живых. Точно то же самое происходит например на рынке. Если какого-нибудь товара произведут слишком много, он будет везде валяться, его не будут покупать и естественно производитель перестанет его производить. Только после того, как этот товар раскупят, начнется производство нового количества этого товара, он поступит в магазин. Это конечно не единственный принцип, но пожалуй самый главный, который позволяет клетке регулировать всю эту сложнейшую сеть реакций. Понятно, что ферменты это очень важные белки. Мы уже с вами разбирали пример, когда работа одного из ферментов нарушается. Помните, на прошлой лекции разбирали такое наследственное заболевание алкоптонурия? Почему оно возникает у человека? Потому что не работает один из ферментов, и вместо того, чтобы некое вещество расщепилось и превратилось в конечный щеток в углекислый газ и воду, оно накапливается в организме. А поскольку это вещество ненавитое, то развивается заболевание. А какова причина такой болезни? Почему этот белок вдруг не работает? Может быть, дент плохой? Может быть, дент плохой? Так и есть. Причина заключается в том, что в гене произошла мутация. Изменилась из-за случайной ошибки или какого-то воздействия последовательности из-за этого изменилось строение белка. На место одной витусоты встала другая. Из-за этого он неправильно свернулся и поэтому он уже не может работать ферментом. Понятно? Эти ферменты есть совершенно удивительные. И один такой фермент я сейчас покажу. Тем более, он очень важен. Замечательный белок. Мы сейчас вам его покажем, наверное, чтобы он был виден получше. Надо сначала все-таки показать. Можно вернуться с началом. Но смотрите. Это белок, который встроен в мембрану такого важного органоида митохондрии. В митохондриях происходит дыхание. Они поглощают кислород и они выделяют кислород. Зачем они это делают? За счет этого они выкачивают ионы водорода, такие маленькие атомы из себя, а потом пропускают их обратно. Возникает, поскольку это заряженные частицы, электрический ток. Этот электрический ток вращает вот этот глок протонный АТФ-синтетазу как настоящий электромоток. Одна его часть вращается относительно другой. А вот это вот калочка жидкости, в которой он строен. И по мере того, как он вращается, он преобразует энергию электрического тока сначала в механическую энергию в свое вращение, а потом в энергию химических связей. Синтезирует специальные вещества АТФ, которые клетка использует как источник энергии для всего остального, например, для сокращения мышц. То есть без работы этого фермента никакое существование клетки было бы вообще невозможно. Ну и вот очень долго было непонятно, что же там происходит, но сейчас его строение хорошо изучили, стало более менее понятно, как он учитывается использовать электрический ток и синтезировать АТФ. Это один из немногих примеров, где в природе используется настоящее вращение, как в электромоторе. Его даже удалось увидеть, хотя это и отдельная молекула, похожая листья ниже к концу. Его приклеили к стеклу, а к нему приклеили такую ниточку из другого белка, чтобы доказать, что он вращается. И когда к нему добавляют много АТФ, он может расщеплять ее, работать в обратную сторону, и под микроскопом можно увидеть вращение светящейся ниточки, увидеть воочию, как такой замечательный белок работает. А поскольку он синтезирует важное вещество АТФ, то его относят к ферментам. Это один из примеров белка-фермента. Хорошо, белки закодированы в ДНК, это понятно, да? Каждый ген отличается какой-нибудь глупым. А вот закодированный в ДНК цвет волос. Как вы считаете, цвет волос признак человека? Да. Признак, конечно, признак. А цвет волос зависит от такого вещества, которое называется меланин. Меланин бывает двух видов, черный и рыжий. Да, не все, ну, еще бывает коричневый, но он больше похож на черный. А так черный и рыжий. И все цвета волос, которые встречаются, зависят от соотношения вот этих двух или трех форм меланина. Если у человека много черного, меланин, он называется йорн-меланин, то волосы у него черные. Если черный меланин у него не вырабатывается, то волосы у него рыжие. Если присутствует какая-то смесь, то волосы русые, темно-русые, или какие-нибудь еще. Ну, а бывают люди альбинусов, у которых вообще не вырабатывается меланин, и тогда волосы не белые, столько тоже. Сам рождение. Меланин – это вовсе не белок. И, конечно, ДНК он не закодирован. Тем не менее, как вы понимаете, цвет волос – это наследуемый признак. Как же так? На самом деле, вы можете уже ответить на этот вопрос после двух предыдущих лекций. За каждую химическую реакцию в организме отвечает определенный фермент. Фермент – это белок, значит, за каждый фермент отвечает определенный ген. И признаком можно считать только наличие или отсутствие белка, но и наличие и отсутствие определенной химической реакции. А когда идет синтез какого-то сложного вещества, то, как правило, в этом участвуют несколько ферментов, а за каждым из них стоит свой ген ДНК. Понятно? Если мы посмотрим, как синтезируется меланин, вот этот рыжий, а вот этот черный, то мы увидим, что в этом тоже участвуют несколько ферментов, которые, конечно же, закодированы в ДНК. Поэтому, если мы будем отвечать на вопрос закодированный цвет волос ДНК, то ответ зависит от того, как посмотреть. С одной стороны, никакой записи типа цвет волос рыжий там нет, конечно. В этом смысле он там не закодирован. А с другой стороны, конечно, этот признак наследуется, а значит, он закодирован в ДНК, потому что от ДНК зависит, какие будут производиться ферменты и другие всякие белки, а от этого зависит, какого цвета краска будет синтезироваться в нашем организме, черная или рыжая, как она будет распределяться в волосах, сколько ее будут туда поступать и так далее. Почему сложно цвет волос меняется? К старости белеет, потому что белое придется меньше? Я сейчас скажу почему. Потому что волосы растут и в состав в кое-то время новые клетки. Значит, в основании волос сидят клетки, которые делятся, а другие клетки белоноцитов напихивают в эти делящиеся клетки черные, например, пигменты. И тогда волос остается черным. Так вот, эти клетки, белоноциты, которые напихивают пигмент в основании волос, в старости просто пронибают. И новые не образуются. И тогда человек постепенно сидит. Почему цвет волос меняется с возрастом? Ну, тоже понятно, потому что на работу этих клеток влияют всякие другие вещества, гормоны, еще какие-то вещества. И от этого зависит, сколько они будут вырабатывать того или иного пигмента, той или иной краски. Сейчас мы от фроментов перейдем уже к другим белкам постепенно. Я еще скажу пару слов. Например, я сказал, что продукты от них быстро отделяются, и они могут начать работать с новой молекулой, субстантной. А насколько быстро? Здесь показано. Но у самых медленных ферментов это происходит всего сто раз в секунду. Всего? Да. Но есть и гораздо более быстрые ферменты, которые успевают на секунду обработать миллионов молекул. То есть они достаточно быстро вертятся. Действительно, как белка в колесе для того, чтобы выполнять свою работу. Ну и обычно они довольно чувствительны, к сожалению, к изменению внешних условий. Если добавить кислоту или изменить температуру, то работать они перестают. И довольно капризны в том смысле, что не всегда могут работать в одиночку. Вот часто нужно, чтобы к ним присоединилась еще какая-нибудь маленькая молекула. И такие молекулы, как и ферменты, очень часто синтезируются в нашем организме из витаминов. Вот почему без витаминов жить нельзя. Если вам не хватает пополнить витамина, то почти всегда это значит, что в вашем организме нарушится течение каких-то химических реакций. Причем, как правило, не одной, а многих сразу, потому что один и тот же кофактор помогает работать множеству разных ферментов. Несмотря на вот такую капризность, ферменты достаточно широко используются людьми. Их добавляют при приготовлении многих пищевых продуктов, например, сыра. В бакон это добавить определенные ферменты. Их получают часто сейчас генноинженерным способом из грибов, из дрожжей. Часто их добавляют стиральные порошки. Это такие ферменты, которые могут работать хотя бы при довольно высокой температуре, хотя бы градусов при 50. А такие ферменты есть бактерии. Бактерии могут жить в горячей воде. Их используют в качестве лекарств, а, пожалуй, наиболее широко их используют для всяких научных целей и научных исследований. Ну и поскольку без работы определенных ферментов клетка не может существовать, то неудивительно, что индузиторы, то есть подавители активности ферментов, могут быть ядами, а почти все, что может быть ядом, может использоваться и как лекарство. Почему? Вы уже это обсуждали, по-моему, на первой лекции. Потому что, например, у человека и у бактерий ферменты разные. Как сделать так, чтобы вылечить человека от какой-то инфекционной болезни? Надо убить бактерии. Что для этого надо сделать? Надо выяснить, какой фермент есть у этих бактерий, но отсутствует клеток человека, подобрать его ингибитор, и тогда это вещество отравит бактерий, но нерв убьет наши собственные клетки. А наши собственные клетки, слава Богу, все-таки довольно сильно отличаются от бактериальных. Довольно часто ингибиторы похожи на то вещество, с которым фермент привык работать. Но только свое родное вещество он может, например, разрезать на части и выплюнуть, а вот этот ингибитор залипает в тот же самый его участок, но не расщепляется. И так и остается там сидеть. И тогда фермент уже работать не может. Иногда навсегда ингибирование бывает необратимое, а иногда на время. Если убрать это вещество, то он заработает снова. Ну и вот, например, самое известное лекарство, там аспирин, это как раз ингибитор одного из ферментов, который способствует воспалению и свертыванию крови. Поэтому он и действует как противовоспалительное и противосвертывающее средство. Сейчас для того, чтобы узнать, какое вещество можно в принципе использовать как лекарство, сначала узнают, на что мы хотели бы подействовать, на какой фермент или другой белок. Потом узнают, какую форму должна иметь молекула этого вещества, чтобы хорошо прилипать к нужному месту. А потом в базе данных, где содержится информация о 10 миллионах разных веществах, компьютер ищет молекулу похожей формы. Обычно удается найти несколько десятков таких молекул. Тогда пытаются предсказать, как они могут подействовать на клетки человека. Не будет ли у них вредных побочных эффектов. Для этого это сравнивается уже известными веществами. Но это, конечно, только первый шаг. Потому что потом удается отобрать, например, десяток веществ, а затем каждый из них надо испытать сначала на культуре вредных, потом на животных, потому что некоторые эффекты этого лекарства на клетках никак не проявятся. Например, невозможно предсказать его, вызывать уродство у новорожденных. Для этого надо ставить опыты на животных. Дальше, когда в опытех на животных это лекарство подтвердило свою безопасность, начиная ставить люди. И после довольно длительного периода клинических испытаний это лекарство наконец можно попасть в аптеки. Вот почему в частности лекарства многие стоят так дорого. Если они каждая 10. Ну вот, а теперь мы наконец перейдем к другим функциям белков. Пока мы говорили только про одну функцию белков, про то, как они работают как ферменты. Но у них есть куча других функций и одна из функций так называемая структурная функция. Мы на самом деле из этих белков просто состоим. Мы из них устроены. Причем таких белков, из которых мы на самом деле состоим, не так уж много. И главный из них это белок межклеточного вещества соединительных в калии. Он синтезируется внутри клеток, а потом клетки выделяют его наружу в виде отдельных молекул. Там уже снаружи эти молекулы скрытаются, образуют сначала вот такие трои из каральки, а потом более толстые и длинные волокна. Этот белок называется коллаген, что переводится как рождающий клей, потому что его довольно много в костях, а из костей раньше варили косвенный клей, хорошо склеивающий дерево. Ну вот, и в основе этого клея как раз стоит такой разваренный и разделенный на отдельные молекулы коллаген. Но в организме он, конечно, не разваривается, и из него состоят глубокие сани нашей кожи, мяски, сухожилия, его содержится много в крещах и в костях, и всем этим тканям он придает прочность. Ну, насколько он прочный? Ну, чтобы это представить, представьте себе, например, толстый кожаный ремень, он состоит почти из чистого коллагена. Или представьте себе, какую нагрузку должны выдерживать сухожилия человека или животного, из которых можно сделать тетиву лука. Обычно раньше тетиву вели из животных. По прочности на разрыв он лучше большинства сортов стали. Он более прочный, чем стальная нить соответствующего идеального. В сухожилиях все эти молекулы уложены почти параллельно, поэтому разорвать их почти невозможно. А, например, в глубоких слоях кожи они как-то перекрещиваются в разных направлениях. Это обеспечивает неупругость. Но в коже, особенно в стенках кровеносных сосудов, содержится много другого белка, он образует более тоненькие волокна. Это замечательное белок эластин, а замечательное он тем, что его молекулы соединены между собой вот такими вот поперечными шифтами и как раз не сохраняют постоянной формы. Это довольно редкий случай, когда форма молекулы белка меняется в широких пределах. Если стенка сосуда растягивается, то каждая молекула эластин вытягивается. А если растяжение уменьшается, то они снова сворачиваются в такие спиральки, но он действительно обеспечивает высокую эластичность многих тканей. Ну и еще один важный белок, из которого мы тоже состоим, это белок рогового вещества кератин. Керос или церос в переводе означает рог. Этот белок, наоборот, никогда не выделяется из клеток, он находится внутри клеток, образует там такую сеть из волокон, диаметром около 10 нанометров. Эта сеть от границы одной клетки соединяется с границей другой клетки через такие особые контакты и продолжается как бы сквозь весь слой таких клеток. Ну и вот именно этим белком заполнены мертвые клетки на поверхности нашего тела. Из этого белка состоят наши волосы и шерсть животных, из этого белка состоят ногти, пене птиц, пешенки, ящерицы. Представили его себе? Когда клетки нашей кожи погибают на поверхности кожи, то от них остаются вот как раз такие скелетики заполненные кератин. Другие белки, не только кератин, а множество всяких белков, соединяют наши клетки между собою, образуют межклеточные контакты и, что не менее важно, прикрепляют клетки поверхности тела к межклеточному веществу, коллагену. У этих контактов множество всяких функций, а вот здесь показывают, как они на самом деле устроены. Вы видите, довольно много разных белков, а каждый шарик или ниточек это отдельный белок участвует в их создании. Вот, например, слой межклеточного вещества, довольно много белков, кроме кератина, а вот это нижняя часть клеток нашей кожи. и в норме они прикрепляются к этому межклеточному веществу, ну и довольно прочь, что если вы ущиплетесь дать слегка за кожу, то им еще не будет, они не оторвутся. Но если какой-то из этих белков не работает, это за мутация, то выясняется, что это очень плохо, развивается такая тяжелая болезнь, как утерболез, когда любое механическое напряжение, небольшой щиток, чуть-чуть затертая нога приводит к тому, что поверхностный слой кожи отделяется от более глубокого. Часто люди с такой болезнью погибают, естественно, в раннем детстве. Многие ухожены очень тяжелые. Что? А вы как-то сказали, что это болезнь похожа на мозоли? Да. Когда образуется мозоль, то у нас тоже происходит то же самое, только воздействие должно быть гораздо более сильным, чем у больных этой болезнью. Но белки не только соединяют клетки и придают им прочность, не только придают им формулу, они еще и позволяют двигаться этим клеткам. Потому что сами белки, некоторые из них способны двигаться, передвигаться друг по другу. И именно от наличия таких белков зависит, например, как я говорил, способность наших мышц сокращаться. вот этот белок миозин по количеству он стоит на втором месте после коллагена. Больше всего коллагена, а на втором месте белок мышц миозин в нашем теле. Он может цепляться за другие белки мышц, вот за эти ниточки, и тянуть их навстречу друг другу. Когда он тянет их навстречу друг другу своими руками, они сользятся по другу, мышцы сокращаются, и за счет этого организм человека способен двигаться. А другие белки могут, например, ходить внутри клеток по таким специальным трубочкам и таскать за собой мембранные пузырьки. Давайте покажем все-таки коротенький парламент мультфильма, анимации, где показано, как они могут это делать. Это очень знаменитый фильм, который сделали студенты Принсовского университета. Называется The Living Cell живая клетка. Его можно найти в интернете. Вот видите, двигательный белок идет на микрохрубочке и тянет за собой большой пузырин из мембраны. Вот как бы это выглядело примерно, если можно было действительно взглянуть внутри клетки. медленно ну все кончился выглядел наступая ножками видите вот уже все другое уже будет часть. Все все выключаем его. Вы можете найти этот мультфильм и посмотрите как советую. Он называется The Living Cell живая клетка берете inner the inner life of the cell внутреннее жизнь плетки. The inner life of the cell. The inner life of the cell. Вот ДНК и РНК стоит. Вот мы дНК и РНК внутреннее Я уже говорил, что белки должны находиться в мембранах, потому что через них не проходят некоторые вещества. И действительно специальные транспортные белки помогают веществам пройти сквозь мембраны. Например, чтобы глюкоза из кишечника, где переваривается пища, попала в кровь, нужно как минимум два белка. Один затаскивает ее внутрь из кишечника, а другой выпускает ее на другой стороне клетки крови. Иначе мы не могли бы питаться. Ну и многие из таких белков называются белки-каналы. Вообще, надо сказать, что за изучение белков дали большинство древеских пейсов. Одну из них дали как раз за то, что удалось расшифровать структуру вот этого канала и объяснить, почему он пропускает только калий, не пропускает натур. Такие белки-каналы присутствуют на поверхности всех клеток. Но наиболее важное – это работа нервных клеток. Потому что именно за счет того, что через них проходят заряженные частицы, возникает нервный ток, возникают нервные импульсы, и благодаря именно белкам-каналам мы можем думать. Поэтому это важные белки. Ну а яды, которые вырабатывают животные, многие растения или бактерии, конечно, в первую очередь, применяются подействовать на нервы. Эти яды часто неебелковые. Вот здесь приведены примеры двух ядов, которые не являются белками. Но оба этих яда сходны тем, что они действуют как раз на такие белки-каналы и нарушают их работу. Вот этот вот знаменитый яд содержится в рыбе фугу. Знаете, какая рыба? У нее ядовитые внутренности, а мясо съедобное и вкусное. И ее подают в некоторых японских ресторанах. Но для того, чтобы не отравиться, надо очень аккуратно ее чистить специальными деревянными ножичками, и повар должен проходить долгое обучение и иметь специальную лицензию, чтобы работать в таком ресторане. Яд этой рыбы блокируют каналы на нервных волокнах, и нервные импульсы перестают передаваться от мозга к мышцам. Человек не может дышать, у него выключаются дыхательные мышцы, и от отравления этого он гибнет. А вот этот вот яд из южноамериканского кустарника блокирует рецепторы специального сигнального вещества, которое выделяется из окончания нервных и действует на наши мышцы. И это вещество перестает действовать. Мышцы тоже перестают сокращаться, и эффект от этого точно такой же. Ну и вот этот пример показывает, что даже такой страшный яд, которым там южноамериканские индийцы отравили свои стрелы, допустим, и то может в некоторых случаях использоваться как лекарство. его используют при сложных хирургических операциях, когда нужно, чтобы мышцы случайно не сократились и не помешали хирургу. Тогда больного переводят на искусственное дыхание, вводят в организм определенную небольшую дозу фурары, все его мышцы полностью расслабляются, а к концу операции яд тут уже все разрушится, и человек начинает снова дышать самостоятельно. Ну, значит, для того, чтобы думать, для того, чтобы как-то реагировать на внешнюю среду, надо воспринимать раздражительные из этой внешней среды. И на самом деле именно белки, которые сидят на поверхности наших клеток, воспринимают все, что мы чувствуем. Белки воспринимают цвет, белки воспринимают запах, белки воспринимают изменение температуры, они воспринимают прикосновение и давление, они воспринимают вкус, они воспринимают все, что мы чувствуем. Причем сначала достаточно, чтобы одна молекула какого-нибудь вещества, например, гормона адреналина связалась с таким белком на поверхности клеток. Этот белок меняет свою форму и действует на другой белок. За изучение вот этого белка дали в этом году на юридическую премию по геологии, а за изучение вот этого белка на юридическую премию по химии. Ну так вот, здесь нарисовано, что этот белок активирует один такой белок. Но это схема. А на самом деле пока действует гормон, пока еще не прошел испуг, потому что адреналин выделяется при испуге, он успевает подействовать на сотню таких белков, на сотню таких молекул. Эти молекулы действуют на следующую молекулу, а это молекулы фермент, и она синтезирует уже десять тысяч вот таких вот маленьких молекул. И почти на каждом этапе сигнал в результате усиливается. И даже от маленького воздействия крошечной дозы сигнального вещества может наступить сильная отметная реакция, может временно перестроиться работа всей клетки. Вот как устроены такие белки. Но и те вещества, которые воздействуют на белки, рецепторы, такие белки, которые воспринимают сигналы и называются рецепторы, тоже часто являются белками. Например, большинство наших белков, в том числе инсуина, о котором я рассказывал на первой лекции, это белковые гормоны. Большинство наших гормонов – это белковые гормоны. Но вот я говорил, что есть небелковые яды, например, патронотоксины, курары, они достаточно ядовитые. Но самые ядовитые, самые страшные яды – это белки. И на самом деле понятно почему, сейчас будет понятно. Вот этот яд, который здесь нарисован – это бутулотоксин. Сложные слова, они пришли вот на доске. Его выделяют бактерии, которые могут жить только в отсутствии кислорода. И они живут и раздражаются в глубоких слоях почвы, куда кислород почти не проникает. А если частички почвы со спорами этих бактерий попали в консервную банку, то поскольку она запупоренная и кислорода там нет, то бактерии могут там размножиться, и тогда консервы окажутся отравлены. Вот почему консервы, в которых содержится мало кислоты, например, зеленый горошек или мясо, готовят в домашних условиях. Кислоты они не выносят, поэтому в маринованных грибах или огурцах их не бывает. Ну вот, если этот яд вводить в кровь непосредственно, то примерно 10 грамм его хватило бы, чтобы отравить всех людей на Земле. А если вводить его в рост, на клетке, в которой он действует в конечном счете, то хватило бы и одного грамма на все человечество. Почему? Как раз потому, что это сложный белок. Он очень хитро действует. Как это ни удивительно, он не переваривается в кишечнике. Не все белки мы можем переварить. Потом он заставляет клетки кишечника проглотить себя и выплюнуть себя в кровь. И они это делают. А потом он точно так же заставляет себя проглотить окончание нервной клетки и попадает внутрь этой нервной клетки. Как я уже говорил, нервные клетки действуют на клетки мышц с помощью особых веществ. Вещества эти заключены в направленный кузырек. И чтобы они выделились наружу, мембранный кузырек должен слиться с наружной мембраной этой клетки. Тогда нервная клетка подействует на мышцы, передаст ей сигнал. Для этого ей надо выделить вещество. Как действует вот этот страшный яд? Он, попав в нервную клетку, распадается на несколько частей. И одна из этих частей работает как фермент. А фермент работает безостановочно. Помните, с какой скоростью, да? И он разрушает те белки, которые нужны для слияния пузырька с наружной мембраной. Не дает ему это сделать. Поэтому достаточно, чтобы в нервную клетку попал один такой белок, одна такая молекула, и она перестанет работать. Ну и что же делать, если человек съел такие отравленные консервы, и это вовремя заметили, его доставили в больницу. Есть ли шанс его спасти? Оказывается, есть. Причем спасти его можно с помощью других белков. Эти другие белки называются антитела. И это главные наши защитники от болезнетворных бактерий и вирусов. Их вырабатывают особые клетки и выделяют в кровь. Это белки с четвертичной структурой. Вот у них две таких цепочки подлиннее и две покороче. А вот эти вот части у каждого антитела различаются. Всего же их в организме человека примерно 10, а может быть 100 миллионов разновидностей. И поэтому антитела вот этими своими пальцами могут связать любую чужеродную молекулу. Любую молекулу, которая есть на свете, и любую молекулу, которая нет на свете. Что бы ни попало в наш организм, там всегда обязательно найдутся антитела, которые будут связывать это чужеродное вещество. Чего они только не связывают. Как это ни удивительно, они не связывают в норме белки собственного организма. Вот на них они совершенно не реагируют. Потому что все клетки, которые пытались вырабатывать такие антитела, уничтожаются. В раннем детстве. Им не дают жить на свете. Ну вот. И в вашем организме сейчас есть антитела против яда Кобры и против яда Юрзы. Слава Богу, что вам никогда не пришлось иметь с ним делать. В вашем организме есть антитела против ботулотоксина и против любого другого белкового токсина. И даже если какой-нибудь блок, токсин еще только разрабатывает, то и то против этого звука в вашем организме уже есть антитела. Только проблема заключается в том, что этих антител там очень мало. И поэтому если в ваш организм попадает большая доза яда, то он не успевает наработать нужное количество этих антител. Потому что яд действует быстрее. Но антитела можно получить искусственно из организма животного, кролика или лошади. Именно их и водят в кровь больного в качестве лечебной сыворотки. И главный способ спасти больного, который съел ботулотоксин, это ввести ему лечебную сыворотку. Антитела свяжут этот яд, не дадут ему проникнуть внутрь клеток. Он просто не подействует. Только надо сделать это вовремя. Нет, в данном случае кролик и мелкие. У нас есть амертель белочки. Да, что поделаешь. Белки выполняют и множество других функций. Я расскажу о них уже очень бегло. Насколько у меня осталось 5 минут. Они удваивают и чинят нашу ДНК. Без этого не могла бы передаваться генетическая информация. Более того, они командуют, какие гены в одной определенной клетке должны включиться, а какие должны выключиться. Этому будет посвящена специальная лекция. Надо сказать, что включение и выключение генов – это дело очень ответственное. Гораздо более ответственное, судя по механизму, который для этого существует, чем запуск баллистической ракеты с ядерной боеголовки. Знаете, что нужно, чтобы запустить баллистическую ракету? Нажать на кнопку. Нет, не нажать на кнопку. Правильно, совершенно верно. Надо нажать на две кнопки, и шифр от этой кнопки, а чтобы на нее нажать, надо принять шифр или ключ, который подходит к замку, хранится у двух разных людей. Для чего это делается? Чтобы нельзя было нажать на эту кнопку случайно. Так вот, чтобы нажать на кнопку и запустить работу какого-нибудь беда, нужно не два ключа, а двадцать. Совершенно верно. В наших клетках, клетках человека, для этого используется двадцать ключей. Это кальмар – волшебная лампа, которая может светиться разными цветами в темноте. И за это свечение тоже отвечают белки. Один из белков, который сам не светится, но может излучать свет, если мы посветим на него светом. Это самый знаменитый белок, наверное, на свете. Почему я так говорю? Потому что у него даже стоит памятник. А не каждый белок все-таки достаивается памятником. А те люди, которые его открыли, получили русскую премию сравнительно недавно. Почему он так знаменит? Если мы получим одну исходную из медузы, он так знаменит, потому что если мы введем его в какие-то клетки, то они будут светиться под ультрафиолетовым светом. И мы сразу можем отличить их от соседних. Но проблема только была в том, что он светился единственным светом – зеленым. А это очень неудобно. Поэтому были получены модификации этого белка разного цвета. И все-таки он оставался единственным, пока в нашей стране в одной из лабораторий не догадались, что он есть не только в медузе, но в коралловых полипах. Тогда из коралловых полипов удалось выделить такие белки всех цветов радуги. Есть статья, если вы берете вот это название в интернете, где это открытие замечательно написано. Есть белки, которые отвечают за сладкий вкус, и они в 2000 раз слаще сахи. Есть белки, которые в 20 раз эластичнее, чем резины, и могут растягиваться и стягиваться 10 миллионов раз, не теряя эластичность. Они отвечают за прыжки плохие, в частности. И есть много других белков с разными замечательными свойствами. Более того, можно сделать белки, которых не бывает в природе. Из вот этих вот других аминокислот, таких которых в принципе быть не может. В большинстве случаев они не будут работать. Но вот в одном из случаев белок, который не дает расти кристалликовой льда в наших клетках, а это очень важно, чтобы можно было хранить ткани замороженными, оказывается, что такой белок, зеркальное отражение настоящего, работать будет. В то же время он очень стойкий, его не разрушают ферменты. И, может быть, в недалеком будущем можно будет с помощью замораживать органы и хранить их на ограниченно долгое время. Чего же белки не могут делать? Пожалуй, они не могут делать одной единственной вещи, о которой мы говорили на прошлом, лекции. Они не могут служить матрицей для синтеза других белков. И поэтому они все-таки не могут хранить и передавать наследственную информацию. Спасибо за внимание. Продолжение следует...